МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще день 1 сентября в Самарской губернии тесно связан со знаниями. 112 лет назад в этот день близ Кенеля открылось земледельческое училище, сегодня известное всем сельскохозяйственной академии. В 1915 году в Сызрани при Казанском соборе начались занятия в церковно-приходской школе. В 1938 в Куйбышеве открылся Учительский институт иностранных языков, в будущем факультет инъязы пединститута. В следующем, 1939-м, распахнуло свои двери педагогическое училище. И, наконец, 1 сентября 1969 года начались занятия в Куйбышевском госуниверситете. От образования к медицине. 1 сентября 1872 года состоялся первый съезд земских врачей Самарской губернии. Всего в его работе приняли участие 12 человек, 6 врачей от города и столько же от уездов. Открытие аптек, борьба с инфекциями – эти вопросы были в центре внимания. 1 сентября 1913 года не стало Нестора Постникова, основателя кумыса-лечения. Чумой 19 века, туберкулезом, он вплотную занялся в 1858 году. Тогда в Самаре по его инициативе открылась первая в мире кумыса-лечебница. После Оксебольской революции лечебница стала детским санаторием. Позднее на его базе открылся самарский противотуберкулезный диспансер. Сегодня день рождения первого в Европе супермаркета. Он открылся 1 сентября 1951 года в Лондоне. В те годы, как и много позднее, в Куйбышеве не было не только супермаркетов, но и продуктов. Многие, наверное, еще помнят и огромные очереди за всем, и пресловутый дефицит. Передача «Спокойной ночи, малыши» – претендент на Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас ее смотрят уже третье поколение россиян. А самая первая программа вышла в эфир 1 сентября 1964 года. Сейчас это кажется забавным, но тогда на экране транслировались лишь рисунки, а голос за кадром рассказывал малышам сказки. Куклы в программе появились позже. В числе первых героев были Тёпа, Шустрик, Мямлик и Буратино. А затем их заменила бессменная четверка главных героев передачи – Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша. 1 сентября родился Георгий Фомин, почетный работник ЦСКБ «Прогресс». Человек, посвятивший космической отрасли полвека. Список именинников продолжает Сергей Гармаш, российский актер, лауреат множества премий, обладатель всевозможных призов. Поклонники имели счастье видеть своего любимого актера во время недавних гастролей современников в Самаре. Народный календарь, как всегда, дает практические советы. На фёклу дёргай свёклом. К столу подают салаты, например, из свёклы с орехами. И поздравляют с именинами – фёклу, Андрея и Тимофея. Такими событиями вошёл этот день в историю. Увидимся завтра.